итак всем привет сегодня значит рубрика тонкий анализ и тема культура вождения сразу дело пацаны итак ну начну на рассуде с новичков я понимаю что вы все хорошо ездите вы все профессионалы там кто-то дрифтит кто-то там хорошо задним ходом сдает я все конечно прекрасно понимаю но но все-таки на канале все-таки на канале есть новички которые только купили автомобиль только сдали на права но и по крайней мере разговоры как бы об этом ходит то есть я читаю комментарии также пишут личку давай ну типа поросуждая на эту тему пацаны займет она итак начали ну начну с того что вот когда ты получаешь права для тебя это было очень сложно ты заколебался ты сдал там город с пятого раза и наконец у тебя там допустим появилась машина пускай это будет чья-то ты покупаешь значок нуба то есть это желтый такой квадратик с черным знаком восклицания то есть его вешаешься на заднее стекло я видел даже некоторые там два вешают три спереди вешают на лобовое стекло ну и ты как бы едешь и всем кричишь просто кричишь заявляешь пацаны я только что сдал на права я не умею ездить так получается дело то что год назад я также ездил на посаде с таким значком и можно сказать на своей шкурке я прочувствовал как как это как это было где то где то что кардинально меняется отношение к тебе кардинально начинает подрезать обгонять и так далее то есть люди видят что ты ездить не умеешь и думают дай-ка я буду от тебя подальше держаться это раз а второе это просто ну догнал да ты меня допустим и думаешь а не умеет не умеет дай-ка я покажу как я умею начинает обгонять меня и так далее но реальность было такое постоянные все так вот на эти дашка обгоняли смотрели в сторону так вот на меня кто же отомстить то что только дал на право а там сидит парни четвертый десяток вы вставляете да допустим ну значок вешал не я но по крайней мере мне досталось участь на не с ним покататься то есть хотела буквально нескольких дней буквально дня три просто на морозе у там так вот начал уже сдирать всю эту парашу потому что он невозможно действительно люди просто-напросто не немножко не понимают поэтому совет просто да даже даже не еще сейчас можешь на паузу поставить иди спустись во двор снимают наклейка на тебе больше никогда в жизни не пригодится ни в коем случае электр думаю что это по правилам по правилам ты вешать не обязан это твоя чисто прерогатива ты захотел повесил то есть но это дело лишнее серьезно тебе говорю то есть люди которые вокруг ездить так вот нас в россии принято что как бы ну помимо того что у тебя возможно машина да не лучше чем у него то есть он как бы надо показать что а там новичок дай-ка я сам буквально также езжу когда вижу перед собой учебу 14 да вот у нас у нас учебные 14 ну хочется честно обогнать но это понимая как бы что там человек сидит особенно который пассажир особенно который инструктором змея все прекрасно понимаем просто улыбается над нами который мы так делаешь а дай-ка я сейчас там подрежу и так далее то что такие как бы дела пацаны то есть это наклейка принципе как бы не нужно по сути то есть ездить нужно найти как вот не проявлять скажем того что ты не умеешь уже просто потихонечку тошнит тот человек который сзади подъехал если он увидел что ты что-то неправильно делаешь он подумает что он подумает что ты или дерзишь или просто ты пьяный скорее всего вызовет ментов ну что конечно вряд ли то есть имеется ввиду что если у тебя значок нуба просто представь ситуация это тоже самое ты открываешь окошко останавливаться где-то на перекрестке так пешеход пешеход водитель и просто кричишь им я не умею ездить все закрываешь окошко и поехал тоже самый результат что они подумают эти правильно то есть этот такой же значок в принципе поэтому просто когда получаешь права вспомню себя как бы ты не хорошо не знал правило как бы ты не хорошо не умел ездить типа с инструктором потому что но я помню сам сел вроде до этого ездил несколько лет и без прав и так далее все ну как бы не то чтобы растерялся то есть есть какая-то все-таки доля ответственности поэтому надо как-то держать все в руках ехал потихонечку не спеша и так далее далее есть такая фигня как опять же правило да то есть сейчас списать невозможно по идее сейчас нужно до заучивать там билеты правило действительно люди сейчас учат их то есть они соображают что значит знак тот или иной но это все как бы можешь к что ерунда опять же закончу школу нахрен там да понятное дело азы правила знать надо но не нужно ими следовать сто процентов то есть нужно немножко все-таки отклоняться от этих правил то есть по ним жизнь скажем так невозможно то есть кто-нибудь когда-нибудь да все равно да нарушает их эти правила то есть опять взять просто ближайший пример такую вещь как просто транспортный поток то есть дорога да допустим которая едет с одного города в другой висят знаки пойти вот эти правила они не учитывают дорожную обстановку погодные условия допустим время года там суток и так далее то есть они это ничего не учитывают и ставится допустим какой-то определенный знак там да допустим 70 но дорога позволяет ехать 90 100 и более то есть просто кто-то как говорится защищает свою жопу да ставят там определенном месте какие-то знаки какие-то заборы просто постели перестерегая как бы не то что вас а кто-то себя это да предостерег то есть какой-то может там ну начальника и так далее там или в администрации человек сидящий то есть и ты должен понимать что не надо ехать 70 если все едут 100 и 90 то есть то сейчас по новым правилам то вроде как то можно немножко перевысить да на 20 км допустим примерно и не забывайте сколько вот не мерили пары с ложиком эти спидометры сколько не размер не не замеряли разгон и так далее всегда спидометр врет в большую сторону то есть если есть 90 ну по сути ты едешь где-то 87 примерно до грубо говоря то есть не он никогда не завышал сколько вот не было таких моментов по gprs по всяким навигатором яндекс навигатор там видела сравнивали всегда 50 спидометру всегда как бы больше чем на самом деле то есть если ты видишь да что народ едет 90 не надо а я же поправил я же сдал или допустим я не тороплюсь и ты такой скорость снижаешь ешь ну понятное дело тебя начинают все обгонять эти начинают просто там вот так вот они тебя сзади можешь сказать ну не добрым словом тебя взывается то что ну как бы ты считаешь что ты прав да по идее но ты должен прекрасно понимать что аварийность откуда все овощи берется то нет того что там кто-то там ехал сотку там в поворот не вписался это маля маленькая вероятность всегда самая большая доля вероятности всех вот аварийных ситуаций это конечно же обгон тупо обгон ты едешь тошнишь человек торопится пускай дерзкий у него там приора там чипована но смысла то что люди рано или поздно но я сам вещь бывает но не выдерживают ну торопишься ты на работу там еще кота не знаю и перед тобой есть человеку там по телефону разговаривают просто вот он только на права сдал вот он есть по сути толку не имеет или боится ли что и ты начинаешь конечно же обгонять его вот отсюда вероятность то есть нужно просто как все ехать вот видите едут сейчас люди да допустим вот транспортный поток просто люди катаются и представляешь здесь был бы знак допустим я не знаю но 70 до допустим ну просто грубо говоря представляете да это как бы город считается кстати здесь можно 60 разгнаться то есть вот пожалуйста снег то есть скользкая сляко температура 0 градусов понятное дело что ты за 70 просто напросто здесь ну ну улетишь просто какой-то просто улетишь дороги то есть нужно это все понятное дело учитывать даже вот демотиваторы есть там в сообщества где-то где картинка вся просто разбитая дорога и типа знаешь там русские дороги и знак там 70 но понятное дело что если ты ты платишь по правилам ёпта едешь да ты же плану 70 значит разрешено начинать 70 конечно же нет там такая дорога ты просто не сможешь физически там ехать то есть нужно отталкиваться конечно от покрытия от потока и так далее также нас всех учили разворачиваться на перекрестках я понимаю что в больших городах есть двухполосные какие-то дороги 3 где есть нормальная родительная полоса где ты можешь развернуться никому не помешать у нас перекресток две штуки на обоих из них невозможно развернуться то есть после моей машины просто если делать по правилам как нас учет просто-напросто не хватит радиуса разворота и так далее и второе меня просто не поймут у нас никто не разворачиваются у нас можно просто отъехать 20 метров и просто там через пошло развернуться ты там никому не помешаешь тинь то стол он слова плохой чуть скажет а если ты в час пик на нашем там главном светофоре начнешь разворачиваться конечно ты чуть придурок что ли ну иди ты двочко скажут на три вроде по правилам да то То есть, надо все это дело учитывать. То есть, правило есть правило, но жизнь такова, что нужно подстраиваться, ну, не под людей, да, конечно же, но под общество все равно, в любом случае, как бы. Я, конечно, сейчас попробую развернуться, продемонстрирую вам, что получится. Дело в том, что сейчас уже 7 часов вечера, понятно дело, час пик, как бы, стик. Ну, просто примерно покажу вам. И покажу вам два варианта. Как бы нельзя, но получается, что как бы правильный, то есть, это будет безопаснее. Ну, сейчас к этому вернемся. Итак, дальше такая вещь у нас, как, ну, пешеходы, чуть не забываю про пешеходов, пацаны. Есть такие товарищи, ребята, пешеходы, сам им был, сам, бывает, машина сломана, сам так же хожу. Очкую невозможно какую-то машину, то есть, я даже, когда, знаете, вот машина останавливается, так пробегаю. Ну, не то, что спасибо, как бы, но сам прекрасно все дело понимаю, что правила, да, таковы на сегодняшний день, что вот только человек ступил на дорогу чуть-чуть, все, все должны встать, все. Но сколько этих на ютубе роликов, где кого-то в жопу просто догоняют, постоянно кого-то бьют, сбивают пешеходов, ты остановился, встречка там какая-то, машина, которая попутно едет, сбивает пешехода, который перед тобой пробегает. То есть, ты должен понимать, что, опять же, правило есть правило, но не обязательно вставать где-то, где скорость разрешенная, там, не знаю, 60, все едут в потоке, и тут один человек пошел, да ты его не собьешь никогда в жизни, даже если сейчас резко ускорится, ты же должен как-то, ты же водитель, тут все вот так вот, тут нету рельс у нас, то есть, это все чисто на время, на ощущение, как ты там повернул и так далее, все, ты должен рассчитывать. Понятное дело, что если там человек пошел, пешеход, не надо уступать ему, никто тебе ничего не скажет, там пешеход только спасибо скажет, что, а, фу, слава богу. Ну, сколько таких ситуаций, сколько таких роликов, когда прямо перед пешеходом, бабах, в жопу кого-то втыкают, вот эти выходят, а ты говоришь, чего, и пешеход, как бы, ну, вроде как бы виноват, но он по правилам не виноват. Ну, получается, полная херня, поэтому, ну, нужно делать, как говорится, по остановке. Далее, опять же, такая ситуация, когда пешеходы, ну, я не знаю, как бы, надо так делать, не надо, но, короче, можно сказать, что не сами виноваты, что ли, то есть, ну, у всех ум разный, люди вообще непредсказуемые, просто один побежал, третий, блядь, стоит, третий, четвертый упал, пятый пьяный и так далее, то есть, тоже говорю, ориентироваться не то, что ты человека увидел, ага, алкашина, все, он не побежал, я сможу ускориться, допустим, то есть, если какие-то там малолетки, допустим, да, понятное дело, что нужно, как бы, это все дело сбросить, и опять же, часто замечаю, что люди просто, допустим, переходят дорогу, и они даже не смотрят, то есть, они идут вот так вот, оп, налево, допустим, у них пешеходный поворот, пешеходный, да, и он просто пошел, даже не повернул голову, то есть, таких, конечно же, пешеходов тоже много, я думаю, что это все разбаловали, это вот правила, вот эти все, там, какое-то, допустим, в школе, что ты там, вроде, кому, что ты прав, типа ты на бешеходе как бы и получается такая как бы енда полную и так далее значит просто думаю что я иногда лишний раз делаю так найти это просто дерзю как бы дерзю то есть когда пешеход переходит я вижу что он даже не посмотрел в мою сторону я не останавливаюсь я давлю на сигнал я могу еще что-нибудь крикнуть с окна то есть специально чтобы человек понимал что кто-то остановился а кто-то может и не остановиться и это надо осознавать в следующий раз она я думаю что через неделю она забудет этот случай но завтра допустим она уже выйдет она же посмотрит нет ли такого такого же придурка как я допустим который сигналил орал на нее и так далее это называется знаете как это называется людей тащит тащит когда вот они знают то что их не им ничего не будет на эти вроде бы как бы ну жизнь такова пацаны что бабах на капот сел на спицу намотался и так далее конечно но жизнь такого пацаны это никуда никак не денешься то есть ну нужно как-то все-таки наверное бояться за 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 свой хребет наверное они за то что там прав ты не прав как надо там говорится есть такая это как это поговорка опять же все сообщества все это ходят лежит человек на больничной койке да зато он прав как бы был то есть но это же полная ерунда согласитесь надо за здоровье со своей беречься и за здоровье людей которые там близки то я не знаю то есть ними что же надо об этом говорить хотя я говорю никто ни хрена не понимает никто меня никогда не слушает всех как ходили так и ходят там этих неположенных местах я просто знаю как я езжу какие у меня тормоза какие у меня были покрышки то есть я уверен больше сто процентов что заступ конечно опять ну явно и на их месте я бы не перебегал передо мной дорогу честно далее такая вещь но я же давайте сменю декорацию знаю сейчас хочу короче поговорить про такую на эти вежливость как поворотники и заправочная станция то есть я просто на заправку съедем просто я вам покажу примерно чтобы как вы говорите с картинки видели чек чему то есть как происходит опа на все потихонечку все разъехались без происшествий и все опасный пошел и погнал погнал все оп сотка ладно едем на заправку что касается поворотников я я не люблю одной вещи ты можешь передо мной не показать его там кота уехал в сторону не просто очень бесит когда вот человек чуть ли уже не останавливается знаешь вот он но допустим он налево повернуть и вот он чуть ли не остановился и только в самом конце повернул он ключом поворотника повернул но я могу тебя справа обогнать если ты заранее включил ты такая херня каждый день абсолютно каждый подъезжаешь перекрестку две линии да у нас три ряда встают три ряда у нас хотя там одна полоса реально то есть ну как то так они люди сами видите опять же правило из правил на люди сами на глаз делит конечно же все по-разному делит получается на иногда даже четыре влазит короче суть в том что и встаешь вроде человек у него партики никакими имени не бегают не доехать прямо загорается зеленый свет и он передо мной включает поворотник направо пропускает всех пешеходов и я за ним стою чуть ли не для самого красного цвета ну зачем ну ты не мог заранее яму сигналю как ты тот и со самой еще то есть но возможно люди забывают но это же по-моему просто на автомате должно быть не бывают случаи когда ты подъезжаешь у тебя против допустим то вот сам выключится да допустим есть эти моменты но это же реально сколько этого развития у тебя было что ты подъезжаешь светофор у тебя сам выключился поворотник один раз из ста пацаны но никак не могут люди приносятся что надо 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 может этот муж к руке привязывать или колено то есть сцепление выжимаешь включается одновременно поворотник может найти там придумают датчик дождя датчик света придумали уже давно бы какой-нибудь вот именно автоматически поворотник чтоб человек только подумал там или что-то намеревается сделать оба и все включается автоматически порту нахрен это реально бесит мы возможно это не так аварийно да там как увеличение скорости обгон там через три сплошные я не знаю но это реально бесит вот лично меня меня пускать там через пять сплошных меня справа пускай обгоняет лишь бы не задели мою тачку а вот поворотниками это просто пич какой-то лично для меня невозможно просто и я как бы знаю как я к этому отношусь как я к этому когда пишусь от этого я лично сам втыкаю я просто лично сам не хочу чтоб меня каждый раз хуй сосили за то что я что-то неправильно сделал покажи пацанов опа поворот не включил я за ним стою оп 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 сейчас бабах выключил поехал еще куда-то стекла запотели как включена стекла спар едет да ладно вот реально не видно сука не у меня за это горят а у меня тесто приборка то горит ну как это не ездит скажи мне вот место где ты нах и я сейчас были как бы сейчас его пиздил за то что у него фары не горят вот у него реально то есть не на лана фары не горят может быть там ходовые какие-то есть ты по-любому же магнитолу то хочет послушать у тебя вот видите вот ведь у меня сло не ничего не горите то есть меня ничего не горит то есть него также что ли получается вот я фары вот ли в лампочке выручил вот меня ничего не горит но я могу включить то есть вот включается подсветка но у меня в любом случае фары будут гореть как так-то людей такая туман очки ему включу за это ксеноновые пацаны 12000 кельвинов вот на что на что вот она на кельвина я не не поскупился сейчас он едет я не знаю сзади четыре фары ксеноновых я у него фары не горят просто на я представить как он вообще видеть перед собой но те фары вообще выключу и вот я реально без фарши себе я же реально не видно ничего ну товарищи ребята вы даете ладно вот заправочка наша дорогая 95 стоит 38 ровно кстати не такая большая цена я думаю больше чего-то но вот заправка я тороплюсь просто ситуейшем представляете situation то есть у нас нельзя подъезжать слева справа как многие делают у нас есть своя схема которая на заеде нарисована то есть по идее якобы подъезжаю за товарищем просто встаю свою очередь у меня бак с левой стороны вот подъезжаю что меня накаляет что ты человек во первых меня видит то есть он знает что я как бы тоже возможно может тороплюсь или что и вот все вот он сунул пистолет пошел то есть некоторых людей такая штука как до полного то есть все такое значит до полного то есть он отдает карточку либо деньги возвращается заправляется машина остается на месте идет обратно то есть мы получается на нас стоять две очереди я все время это стоит здесь как я возможно ну как бы ну это это нападает накаляет и ладно быть как бы но возможно да он сейчас как бы не виноват дело в том что люди бывают выходят пошли с кем-то поговорили пошли кофе пить я сколько уже ругался пацану сколько ругался и вот они мне я не дерзят они отвечают типа я не прав там ну как я не просто тип и ты можешь просто заправиться уехать я не спрашиваю зачем ты пришел кофе пить могут но я типа прав как бы это я это моя заправка типа плачу деньги и так далее то есть для такой степени доходит до людей что-то они не могут осознать этого элементарного или что им нравится когда я про них что-то плохое говорят что ли ну неужели им нравится это может быть жизнь наказал он на рабочие с работы уволите может быть девушка изменила то есть ну всякая фигня даже не все-таки бывает ну так конечно относиться я не знаю нельзя до полного попросил же оставил карточку до полного но там было немножко у меня с . было сейчас набежит короче смысл что когда заправляешься до полного отъезжать от сюда нельзя получается что я заснул пистолет тачку пошел отгонять встал в очередь подъехал другой человек получается у них-то включены и он начал себе заправлять поэтому сейчас как бы нельзя сейчас новое правило пацаны такое что если до полного то по-любому тачка здесь встала все я пошел опять там куда-то туда там что-то есть долгая история на самом деле слышно это пиро никуда не вешается поводу короткий очень жесткий и вот он просто болтается опа это минус ой смотри пена пошла с пенкой с пенкой все он даже пеночка пошел если бы дизелек был бы я так не делал забрать растеклась бы находится все пошел ну вот почти две двести пятьдесят семь литров но это на два дня и так вот значит перекресток по идее здесь одна линия да вот ему направо мне нужно сейчас налево то есть не очень реально в гараж надо проехать то есть я налево я ставил рядышком то есть принципе все нормально дело в том что этот перегрузок недавно ну типа как модернизировался тут такие переделки такие задумки были чуть ли не 20 миллионов каких-то рублей там кто-то писал дело в том что нихрена не сделали кроме того поставили просто ситофоры и дело опять же затем стоит что неправильно все это сделано то есть он он как бы не четырехсторонний получается у нас то есть как бы непонятно в две буквы г каких-то то есть не надо налево то есть если пропускаю и по идее вот этому человеку направо все который передо мной едет он должен передо мной проехать но он проезжает за меня и там и там поворачивает то есть какая ситуация как выглядит то есть он по идее должен был передо мной как как сделано то есть просто как это сделали люди почему почему так происходит и дело в том что это я знаю я здесь живу есть город маленький люди которые не местные особенно сейчас туристы как по нахлынут они не понимают этого по идее по правилам они должны передано и развернуться так и будут делать и они станут чуть ли не на заезде и получается что просто перегорят перегородят всем движение вот и все ну как так можно было сделать я знаю там вот нас в интернете местных группах какой-то кипиш какой-то идет там какие-то качели там и тут правильно неправильно но вот на перегресток по идее да но вроде все правильно но вот с этой стороны вот с левой стороны есть типа как такая вот ну островок безопасности что ли то есть и как раз таки из-за него не получается надо вот оттуда ехать и поворачивать но по идее сюда вот сюда навстречку но здесь дорога сделана такого раза что мне приходится островок вот этот островок проезжать по кругу и поворачивать здесь то есть такой круг сделать а люди которые оттуда едут и они нормально поворачивает то есть получается что я туплю тут понимаете и то есть кто бы с какой стороны вы не очутился правда получится за тем кто есть той стороны вот такие пацаны и дела едем на другой стаффор это вот представьте пацаны этот светофор недавно появился это второй в городе будет основной старики светофорчик ну так как бы гораздо все легче но если не исполнять так сказать если я начну сейчас исполнять меня просто не поймут там обычный разворот сейчас просто попробую сделать посмотрим что получится кстати расход на машине по городу 15 2 по цене скоро буду глушить клапане гербер или катализаторы невозможно расход снизится дело в том что реально в гараж просто не проехать пока что ну вот красный вот второй перекресток покажи то есть вот просто красный по идее одна полоса вперед она за но люди делят его говорю на три части то есть не надо налево то есть по идее развернуться включая поворотник встаю в левую часть самую справа стороны от меня как раз таки машина вот машино место остается то есть 1 вот машина помещается и все то есть мне я начинаю сейчас уже переживать я конечно так делал но у нас это так не принято то есть меня просто говорю не поймут то есть если я включу на левое это значит не развернуться и бывают машины когда вот здесь стоят особенно ночью которые не успевают зеленый проехать то есть они заезжает за пешеходный переход и вот они стоят и они просто-напросто не дадут мне завершить маневр то есть я просто в них упрусь потому что радиус разворота не хватает ну ладно мы зеленый все стандартная схема то есть подъезжаю на серединочку пропускаю всех кто едет прямо никого пока что нет выкручиваю руль еду то есть я заехал чуть у меня ту дорогу уже и вот так приходится делать и резко выдавать по газам потому что пока я разворачивалась я уже с перекрестка уехал куда-то ну тут бич-бич такой сейчас покажу второй вариант люди еще больше меня не поймут но так безопаснее лично для меня вот мне кажется не забывайте пацаны что это сейчас время по 8 вечера и у нас в это время уже все спят только я сперс оператором катаюсь и все вот второй вариант опять подъезжаю на зеленый обращаю внимание я никакой поворот не включаю то есть вот включая лево поворотник и получается здесь стою на островке безопасности пацаны вот здесь реально никто не ездить даже следов как бы нету на снеге то есть я получается пропускает те кто есть ту сторону налево и те кто едет за мной то есть вот все проехали зеленый и газику нажимаешь ты делаешь пятака и реально никто не мешает я никому не мешаю но так не по правилу так делать нельзя это был второй вариант заключение ну примерно просто показал чудо как у нас городе происходит также хочу заметить такую вещь как стаж знаете там вот при авариях каких-то да ты когда страховку делаешь везде спрашивают какой у тебя стаж вождения и ты чем больше называешь число тема некий умеет ездить так что конечно же это все борода вот так борода просто ребятки смотрите какая ситуация ты когда становишься водителем то есть буквально вот эти первые три года до возможно даже кто-то за год вот они все навыки появляются то есть те которые нужны но основные под которые ты затачиваешь свои способности год-два максимум после этого хоть двадцать лет того стажа если ты допустим не дали не дальнобойщик если просто обычный водитель там не знаю до 100 что не растет ну что ты думаешь лучше что ли тормозить стал что-то лучше в поворот стал ходить что ли если спокойный водитель нормальный лист и не гонщик стаж то они увеличивают все то есть фиксируется твоя платная понимаете и когда говорят что там стаж дома большой вы обратить внимание простоном не обиду сказано ну как ездить допустим старшая значит наше поколение то есть понимаете раньше были другие автомобили раньше были другим не на поверхности резина была другая раньше даже зимней резин то по большому счету у нас не было допустим то есть раньше была другая манера вождения раньше был меньший машин люди м알и торопились и так далее из-за этого раньше вот когда люди ездили они привыкли к своим как бы сказать привычкам требования не знаю то есть некоторые люди до сих пор так и ездит но поскольку процентов на 90 людей которым будет больше 50 до то есть они как бы не дешево в своем мире застряли дело то что они навыки свои не увеличивают не спокойно едут вы обратите внимание что конечно же гоняет в основном это вот молодежь причем не который там один-два года а именно там уже пять лет стажа десятка стажа они еще больше гонять начинают поэтому стаж роли как таковы особо не играет но это лично мое мнение и вот если ты хочешь все-таки научиться хоть каким-то хером ты хочешь научиться ездить допустим более менее нормально что какой-то аварийной ситуации смог резко там сманеврировать то тебе нужно не то чтобы заниматься не но что там есть ждать какие-то курсы там экстренного вождения у нас конечно же ничего нет это область в области в больших городах эта штука имеется реально офигенное дело то есть нужно вот если ты хочешь реально научиться они просто каждый день с утра до вечера где-то просто в пробках стоять ты этому ничего не научиться поверь нас вот и только наизусть какие-то песни там кнопки расположения ты уже закрытыми глазами будешь там кнопку там мути а мути искать допустим ну любую до определенная то есть ты к этому привыкаешь к обстановке машины запоминаешь марки по телефону ты уже ловко начинаешь разговаривать и переключаться а то что там как-то в дрифт какое-то то есть это запоминается только тогда когда действительно ты кого-то заезжаешь на какую-то площадку да то есть там за какой-то магазин гипермаркет где уже все уехали вот это начинаешь сам по себе дрифтить то есть вот они все умения в принципе не всем людям нравится ездить то есть некоторым людям это как надо знаете там на работу там детей куда школу то есть то есть как вы знаете нужно как требование какое-то а другим людям это приносит удовольствие и тем кому приносит реально удовольствие те едет лучше несомненно то есть он поехал там где-то по дрифтил там туда-сюда то есть чисто ради ха-ха не обязательно там перед кем-то вы делали просто ради себя ради интереса реально здесь то есть и ты после этого конечно же ты запоминаешь свою машину ты понимаешь что может быть в определенный момент допустим там на снимем снег там асфальт если у тебя е34 да то ты уже понимаешь как можно дрифтить некоторые ролики вот я видел где закрытая площадка там один столб его человек вокруг нее дрифтит как бы то есть это понятное дело не вчера научился это он тренировался да сколько там высоком покрышек стер свои сколько бензина сжег то есть дело к чему я имею душу во всем деле нужен опыт то есть именно практика так называемая практика они то что говорят это стаж нам пять лет там десять лет двадцать тысячи дня как вот люди тут ездят мы по 50 лет нам стажа есть но поверьте нас во что если мы сейчас бы е34 дать не не дрифтанет но не сможет дрифтануть что он не умеет оставь зато ага скидка большая то есть говорю по цене без обид ничего не хочу никакие намеки но по крайней мере факты говорят сами за себя поэтому страховочку пожалуйста планочку можно снижать с него вот такие дела значит это был тонкий анализ на тему вождения никаких уроков я вам не показал просто мы с вами порассуждали и возможно кому-то это что-то какие-то вещи пригодятся вот все кресло-то не скрипит что-то сижу уже полчаса не скрипит надеюсь микрофон это не передастся всем спасибо за просмотр всем пока